но вполне возможно что кто-то и фантазирует так и планирует что роботы должны стать человеками но представьте себе если роботы станут биороботы станут человеками то там или роботы в том случае человечество наступит конец потому что биороботы и роботы живущие по программе даже по программе самосовершенствования не будут принимать человека за равного себе со всеми слабостями человек для них будет существом низшего порядка который не должен жить на земле которого надо с этой земли скинуть уничтожить так далее роботы всегда победят человека поэтому ни в коем случае нельзя создавать биороботов с программами саморазвития иначе творчество человека пройдет конец потому что более творческими окажутся роботы более спаянными между собой взаимодействующими окажутся роботы человек с его прихотями желаниями поесть поспать там отдохнуть поразвечься и окажется существом никчемным ну просто об этом задумайтесь и много что станет а совместа теперь дальше биоробот в человеческие даже не тот кого собирают на каких-то заводах китая или индии или там на подпольных фабриках в америке или там еще где-то нет биороботы изначально также рождались на земле как обыкновенные люди просто задача перед перед биороботами и человеками стоят несколько раз изначально у человека есть как я уже сказал то что отличает его от любого робота и биоробота он помнит свое наследие он живет по совести не разрушает землю даже из приказ поступает свою мать землю не разрешает из природы не разрушает и свою не чужую он стремится все рассудить по совести но стремится все сделать так что было хорошо всем найти применение каждому а биоробот исполняет программы у него совести нет и поэтому если программе установлена уничтожить кого-то и что то он не будет задуматься хороший человек или плохой он просто его уничтожит и многие люди сейчас являются биороботами как по при по рождению своему родившись при этом может быть даже и у людей у папы с мамой как обыкновенный человек но только у которых нету совести до этого биоробота кто рождается клан пища нет совести который помогает ему разобраться в трудных ситуациях так вот некоторые рождаются биороботами изначально это с ведутся как биоробота у кого совесть подавлен то есть родился человек на сайт такой степени задавили что мораль животное начало и мораль оказались более главенствующее нежели чем совесть вот такое тоже встречается в нашей жизни поэтому не путайте тех андроидов которые где-то там час на заводах китае японии где-то еще производят с биороботами которые рождаются как обыкновенный человек андроиды это тварные человеком существа а биороботы рождаются точно так же как и все человеки только одно отличие в его программе не предусмотрена совесть он рождается для исполнения конкретных задач потому что биоробот еще раз говорю живет по программе и программа жизни у него быть может быть установлен такая чтобы он что-то конкретно делал например был великолепным ученым великолепным музыкантом великолепным инструменталистом мастером каким-то он будет прекрасным с точки зрения у нас прекрасным человеком мастером своем деле но при этом понятия совесть для него отсутствует он будет говорить про совесть но столько с точки зрения морали и если у него встанет вопрос выгода не выгода он всегда выберет выгоду если это прописано в его программе жизнедеятельности если это соответствует тому делу которым он занимается так что вот это главное отличие биоробота а не то где и как он рождается производит на фабрике все-таки не биороботов андроидов а биоробота рождается как обыкновенный человек монет совести значит простым совести значит многое человеческое ему не дано продолжение следует новые части этой программы будут появляться на ресурсах народного славянского радио и на сайте slavradio.org полная версия этого видео уже доступна подписчикам на бусти ту слэш славрадио